Продолжение следует... 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 Тем более вы можете готовиться в разные вузы, например, и там может быть своя специфика. Итак, вот мы с вами дошли до изображения каких-то простых предметов в тоне. Вот дальнейшая логическая стадия – это параллельно проработка отдельных предметов более подробно и работа над натюрмортами в тоне. Причем это период, который может вполне себе занимать год, два года и даже три года, если вы хотите действительно хорошо научиться. На волне каких-то последних писем от людей, которые рвутся рисовать портрет, но не могут нарисовать кубик и не владеют тональным рисунком, мне особенно хотелось бы сделать акцент на этой начальной стадии, которая почему-то в народе имеет довольно превратное толкование. То есть иногда приходится слышать фразы типа «Вы знаете, я не хочу горшки все эти рисовать, мне немножко другой стиль интересует, можно я буду заниматься изображением человека, мне вот наброски ваши нравятся». И первое, что здесь хотелось бы сказать, что все учебные задания, существующие в программе обучения, как правило, в основном они направлены именно на обучение рисованию человека. И если вам преподаватели говорят, что вам стоит рисовать натюрморты в тоне, это не означает, что вы при этом учитесь рисовать натюрморты в тоне. На самом деле при этом вы учитесь рисовать в тоне. А натюрморты вам дают рисовать просто потому, что не стоит думать, что если вам сложно нарисовать натюрморт, то с человеком будет проще. Наоборот, натюрморт – это более простая натура для вас. И также для того, чтобы запустить тональность, очень хорошо делать маленькие задания, более подробные по разбору в тоне. Вот как то, что мы видим с вами в нижней части экрана. Давайте попробуем приблизить. Итак, перед нами рисунок ловушки. Наверное, уже более 10 лет прошло. Я его держу на стене. Это человек, который ходил в студию. И каждую неделю он приносил мне большой натюрморт на половине ватманского листа, который был сделан довольно-таки лихо, но абсолютно расконцентрированно. И где-то в течение полугода я каждую неделю говорил этому человеку, что да, это все как бы хорошо, а ты не мог бы взять и немножечко сконцентрироваться. Немножечко взять и разобрать по тону внимательнее. И может быть тебе взять все-таки предмет поменьше и разобрать его получше. И, как ни странно, ситуация ходила по кругу какое-то время, пока в конце концов не произошел какой-то перещелка. И тогда человек принес мне эти два рисунка. Соответственно, вот такие задания, как чайная ложка или, например, стакан с чаем, граненый стакан, хотя сейчас не знаю, где их доставать, они являются, в общем-то, классикой жанра. И даже, в общем-то, хотя в целом, скажем, фотографичность изображения это вопрос спорный, но вот на таких заданиях вполне себе допустимо стараться нарисовать, чтобы это напоминало в каком-то смысле фотографию. Для чего? Для того, что это бы свидетельствовало о том, что человек внимательно разобрался в тональности. Внимательно разобрал между собой разные участки, друг с дружкой и дальние по тону. Вот именно умение разбираться в тоне и запускают подобные задания, когда предмет небольшой, но человек должен на нем сосредоточиться. И в этом контексте можно вполне брать еще меньше предмета, то есть взять, например, там, не знаю, флешку, зажигалку, какой-нибудь маленький флакончик. Классикой жанра являются спичечные коробки или, например, обычные кнопки, разложенные на листе бумаги, вот с которыми вы дальше разобрались тщательно и внимательно. Ну и побочным эффектом является также рост техники, потому что какой-то грубый, неуправляемый штрих, он, конечно, такие предметы просто убьет. То есть техника здесь должна быть адекватная, соответствующая предмету, но это именно следствие. То есть эти задания, они не вырабатывают аккуратность. Эти задания вырабатывают умение концентрироваться. А аккуратность исполнения, она является следствием выполнения таких заданий. Давайте мы посмотрим с вами на натюрморты, которые здесь висят на стене. Вот у нас здесь какой-то ученический натюрморт уже, наверное, тоже 10-летней давности. Вот видите, что здесь, в общем, в достаточно степени, скажем так, разобрано пространство, да, имеется штрих по форме, решена общая тональность. Даже, в общем-то, кружка, она производит такое относительно живое впечатление. Вот это перед нами, на самом деле, классический пример такого вот русского учебного натюрморта. Почему русского? Потому что в наше время, конечно, в общем-то, наша академическая школа, она является наследницей реалистического искусства прошлого. В то время, как, скажем, во всем мире, в свое время школа была утрачена, а теперь попытки ее восстановить, они иногда приводят к разным результатам. Иногда, может быть, более фотореалистическим. И вот у нас с вами здесь тоже висит натюрморт. Он такой интересный, он немножечко загорожен световым цветом. Что-то не должно нам мешать. Также классический пример натюрморта из нескольких предметов, да, с драпировкой. Хорошо, конечно, когда в центре заложены какие-то контрасты. Мы видим, что присутствует попытка разобраться по тону, штриховка по форме. И, в общем-то, даже ощущение материальности предмета, оно здесь присутствует. Вот так же у нас здесь пример натюрморта. И вот тут мы видим слева пример композиции. Следует иметь в виду, что перед тем, как рисовать учебный натюрморт, конечно, желательно вначале сделать эскиз в тоне. Вот, скажем так, назначение эскиза в тоне – это, с одной стороны, найти композицию. И чем больше лет вы учитесь академическому рисунку, тем больше нагрузка на эту стадию. То есть, ее желательно не просто формально срисовал, обвел рамочкой, а все-таки ее как-то там поискал, да, по ритмам, по взаимодействию предметов и пятен друг с дружкой. И также цель эскиза в тоне – это разобраться в тоне, то есть, выдать общую тональную ситуацию, которую затем, собственно говоря, ты воспроизведешь в большом размере. Таким образом, вот, учебные натюрморты, они ставят нам работу с тоном. Учебные натюрморты ставят нам работу с тоном. То есть, умение разобраться по тону между отдельными местами, сравнить их, кто кого темнее, кто кого светлее. То есть, что такое разобраться по тону? Это увидеть и показать на рисунке, кто кого, насколько темнее, светлее. Соответственно, если у нас здесь предметы имеют разную тональность, разную окраску, да, это делает задачу более, скажем, разнообразной, более интересной. Чем если бы, например, у нас тут все было одинаковое, какое-то белое, да, тогда задача была бы немножко более условной. Для того, чтобы нам дать общую тональную ситуацию, мы, конечно, должны сравнивать по тону не только соседние места, но и дальние друг с дружкой. Да, и вот, собственно говоря, вот такое качество, как умение видеть общую тональную ситуацию, оно и на него и требуется время. Поэтому ошибкой думать, что, допустим, там, два года рисовать горшки. Вы попробуйте, как бы, понять, что стоит за этими горшками, потом уже выносить свое мнение. Вот следующей стадией классически является период, когда люди рисуют гипсовые головы. Давайте сюда немножечко переберемся. Обычно начинается с таких заданий, как черепа, обрубовки, иногда рисуется и корше головы. Сейчас ради скорости мы не будем разбирать все это подробно, но вот, скажем, этап гипсовых голов, констатируем, что он, по идее, должен следовать за периодом натюрмортов. Также, в общем-то, на этапе освоения гипсов стоит задача брать общую тональную ситуацию, но при этом гораздо сложнее становится ситуация по рисунку. То есть, в первую очередь, по пропорциям. И те ошибки, которые, ошибки такого размера, которые можно себе позволить при рисовании натюрмортов, и они останутся практически незамеченными, они на, или, по крайней мере, никаких, скажем, результатов серьезных, каких-то негативных не дадут, то на этапе уже знакомства с головой, конечно, цена ошибки возрастает, потому что все ошибки сразу становятся видны. Поэтому получается, что на этапе рисования голов, чему в нашей программе посвящен следующий раздел, портрет, в котором мы разбираем и гипсовые головы, и живые, вот на этом этапе цена ошибки по рисунку, она выше, соответственно, задача стоит разобраться по пропорциям, разобраться по характеру формы. Эти задачи достаточно серьезные, важные. Как правило, ни у кого никогда не получается проходить это быстро, скажем так, без серьезной большой работы. Точно так же, как, скажем, этап освоения тональности, он требует обязательных занятий с преподавателями. Поэтому не стоит думать, что наши видео, они являются такой уж информацией, которая позволит вам просто с ними ознакомившись легко научиться. На самом деле это, скорее, справочные вещи, но настоящую реальную пользу для вас, если вы собираетесь учиться рисунку, вам даст, конечно, дадут ваши педагоги, которые должны с вас достаточно сильно и много требовать. Итак, следующий этап мы условно можем назвать этапом гипсовых голов, после которого, по идее, логически вытекает этап портрета. Итак, этап живых голов. Здесь у нас представлен тональный рисунок живых голов, то есть ориентирующийся скорее на живописную базу. Поэтому здесь, помимо умения схватывать пропорции, общий характер формы, также возрастает нагрузка на умение разбираться с тоном. А вот здесь у нас с вами представлены примеры рисунка гипсовых и живых голов, исходя из формы. Примеры рисунка, идущего скорее больше от формы. И давайте мы посмотрим поближе. Вот здесь мы видим этап построения головы Гатамилатты, разбора по планам, и дальше работы с тоном уже, но именно с акцентом не на тональность, а с акцентом на передачу формы. И чуть ниже мы можем здесь увидеть вариант рисунка главы Николы, также с разбором формы. Так вот, получается так, что в нашей стране, начиная с 60-х годов, произошло такое небольшое разделение, а скорее всего, на самом деле, оно было заложено значительно раньше, на школы, в которых акцент делается на тональность, и на школы, в которых акцент делается на форму. На самом деле, конечно же, истина, как всегда в синтезе, поэтому я думаю, что если мы с вами понимаем, что у нас какая-то из составляющих упущена, то нам вполне стоит ее наверстать. Вот здесь вы видите пример рисунка уже живой головы с акцентом на форму. Это означает прежде всего, что тональность берется из задачи лучшей передачи формы, то есть тональность условно, тональность не скопирована. И, как правило, как вы видите, рисунки такие без фона, потому что фон, он в таких рисунках не имеет смысла, да. Ну, вот у нас здесь представлены черепа, кстати, и даже вот что-то такое, относящееся уже к фигуре, да, вот рисунки рук. Ну, я думаю, что это тема наших дальнейших уже каких-то занятий. Дальше, после освоения, или, скажем так, по мере освоения рисунка головы, рисунка портрета, логически следует освоение, постепенное освоение рисунка фигуры. Сами задания, последовательность заданий, она, в общем-то, как и в предыдущих разделах, может быть разной. Но качество, которое мы когда-то начинали с вами растить в себе, начиная с самых первых рисунков кубиков, геометрических тел, каких-то простых предметов, вот качества нам для рисунка фигуры требуются те же самые. То есть это не какие-то специальные знания, а это умение верно брать пропорции, характер формы, умение давать общее тональное решение. Вот эти вот качества, это на самом деле не какие-то казенные слова, а это вполне себе конкретные вещи. И насколько хорошо мы с вами на каких-то простых заданиях эти качества в себе разовьем, настолько легко нам с вами будет двигаться дальше. Спасибо.